Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская Медиа Академия представляет. Ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Всем привет! С вами Малена и Казахстанская Медиа Академия. Наша жизнь – одна большая история. Отсюда следует вывод – хочешь быть успешным – умей рассказывать истории. Именно поэтому в нашей Академии есть спецкурс по стори-теллингу. И там все серьезно. Хочешь получить зачет – расскажи историю. А собирает истории Айнур Яспенова. Айнур Яспенова – продюсер, тележурналист, редактор с дипломом психолога и сертификатом коуча. Знай все об интервью и об искусстве рассказывать истории. На самом деле на стори-теллингах, на занятиях по стори-теллингу часто возникают вопросы. С чего начинать, как писать, что делать. Или там «я хочу начать, но мне кажется, это все так банально». Знакомые мысли? Да, да. «Я хочу начинать, но мне кажется, все уже так написано». Или «кому это будет интересно» и так далее. Я все-таки считаю, что когда человек говорит, что ему нечем делиться, он обесценивает себя, свой опыт. Потому что каждый из нас – это по крупицам созданное что-то вот такое невероятное и уникальное. Ни у кого не была такая жизнь, как у вас, вот точь-в-точь. Ни у кого не было таких мыслей, таких выводов, как у вас. Так ведь? У каждого опыт уникальный. И когда вы начнете делиться, тогда вы увидите, что это полезно для кого-то. И когда вы начнете делиться, идти на глубину, и если ваша история повлияет на выбор, на решение, на мотивацию хотя бы одного человека, вам уже плюс тысяча карми. Как-то мы поехали собирать землянику. В общем, поехали вообще на пасеку на самом деле, в горы. Красота, конечно, до сих пор помню эту картину. И растет земляника везде. Я собирала деньги, а там дедушка где-то ходил. И я такая, хочу прям наступить. И вот прям под ногой проползает змея. Ну, конечно, я так испугалась, закричала. А я знаю, что дедушка безумно боится. И тем не менее, он прибежал, забрал меня. Вот это его единственный страх, наверное, был этой змеи. Он научил многому. Читать я научилась четыре года. Рассказывала стихотворения уже год с чем-то мне было. Прямо вот есть записи, где я рассказываю. Он учил не только по учебе, а еще и, например, на коньках кататься. Мы с ним ходили, он рассказывал, что как. Когда стала постарше, я стала играть в футбол. И вот он тоже обучал меня, как по мячу, по мальчику, да, там. Ну, в общем, всему обучал. То, что в конце говорила про дедушку, да, что хотела бы вот это вот все передать своим детям, можно как-нибудь завернуть и в самом начале поставить. Я не знаю, почему, но я вот вспомнила одну притчу, да. Двое мальчишек сидели, разговаривали, и один хвастался и говорил, сейчас за мной приедет брат, брат, у него там крутой бизнес, он водит Феррари, у него там есть вилла и так далее. И второй мальчишка посмотрел на него и сказал, я хочу быть таким братом. Ну, то есть, и суть в том, что он не сказал, я хочу такого брата. Он посмотрел на это с другой стороны, да, я хочу быть таким братом. Вот, и как часто мы берем пример с людей и хотим быть похожими на них. Я хочу рассказать вам историю о своем дедушке. И все, и понеслась. История-то была о чем? Она была не про то, что дедушка все время поддерживал любые твои капризы, она была о поддержке, правда ведь? И, наверное, о том, что дедушка в тебя вложил самые такие вот фундаментальные вещи, на которые ты сейчас равняешься. Поэтому основной месседж твоего рассказа — это будет поддержка, это будет пример, это будет богатство души. Даже если вдруг, например, где-то выступая и нахлынули эмоции, не надо их стесняться, потому что, ну вот, искренность и вот эта вот наша душевная, не знаю, чистота, и когда мы идем на глубину, это, наверное, самое ценное, что есть. Знаете, как обычно происходит? Если история построена неверно, она может быть интересная, но вот или человек рассказывает ее, да, скучно, вот тогда уже все начинают так, что-то он уже долго рассказывает, там уже 10 минут, 12, вот. Но когда это все на одном дыхании, тогда принципиально не важно, в принципе, 8 минут вы укладываетесь или в 12, или в 15. ТДХ бывает в выступлении 20 минут, которые сидишь и слушаешь, прям и дух захватывает. Сторителлинг — классный предмет, классный преподаватель Айнури Спенова. Она очень многому научила нас за эти два урока, и мы теперь видим истории по-новому с другой стороны. Мне повезло, мне дверь и мероприятие провести на 200 человек. Ну, то есть вот мой знакомый, он сказал, он в компании Аристон был руководителем, он говорит, вот так и так приезжают руководители первой компании, мы их собираем, бендеров своих, и мог бы ты провести. То есть он видел, как я проводил игры маленькие, и мы с ним вместе составили сценарий, набросали. У меня никогда не было общения с микрофоном, вот, такого публичных, публичных навыков. После этого я начал тренироваться, я приходил в кабак, в ресторан, и я просил официантов остаться после смены, чтобы с ними провести какую-нибудь игру. Я собирал своих друзей на посиделках наших, и говорил, давайте поиграем, я вам покажу классную вещь. Я ходил в разные места и предлагал свои слуги, естественно, бесплатно. Говорил, ребята, я могу что-нибудь такое провести, делалось интересное. В пятницу ко мне приходили люди из других тренингов, то есть когда заканчивался где-то семинар, я приходил на выпуск и говорил, ребята, я приглашаю вас к тебе домой в пятницу, можете ко мне прийти, и я вам что-нибудь проведу интересное. Хотя я, в общем-то, не представлял, что провести интересное. В обратной связи обычно не писали. Ну, было классно, интересно, только непонятно про что. Но это был опыт, экспириенс, который я накапливал кирпичик за кирпичиком. Начало классное было, да, когда говорят тебе тамада, и ты говоришь, нет, 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 я не тамада и так далее, да. И можно было бы подчеркнуть вот эту вот как сюжетную линию, то есть красной нитью выделить именно, да, то, что приглашали как тамаду, например, да, а мне не нравилось это слово, и у меня оно вызывало отторжение. Вот, или, ну, бывает, у нас у каждого свои триггеры, да, например, там, люди, которые идут в сетевой маркетинге, там, не дай бог, сетевичкой ты назовешь, и все там, все начинается. Вот это, да, также и с тамадой, например. Ну, и много-много всяких разных, или там, бывает, там, помощники, помощника, не дай бог, там, няней назовешь, там, все тоже начинает колбасить и трясти. И вот эту вот как красную линию взять, если за основу сюжета, и несколько раз вот, ну, как, вот он, например, сюжет, ну, я его так нарисую, тут понятно, что есть плюсы-минусы, ну, вот, например, вот где-нибудь здесь обозначить, да, то, что это было стыдно про тамаду, потом где-нибудь здесь обозначить, что это было стыдно. На таких вот вечерах, когда люди рассказывают истории, каждый находит что-то свое, и он готов унести ровно то, что он готов унести, то, что ему близко. Второе занятие закончилось только что. А какие впечатления? Отличный тренинг, семинар, мастер-класс. Мы получили навыки по тому, как составлять истории-теллинг. Каждый слышит, чем он дышит. Мы выносим из истории друг друга только то, что можем забрать с собой. И именно это делает нашу жизнь богаче на целую историю. С вами была Малена и Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Казахстанская медиа-академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия. Это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Я Оскар Бесембин. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Казахстанская медиа-академия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова